В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я Татьяна Сарнацкая. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске вы увидите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В связи с высокой заболеваемостью ОРВИ и COVID-19 в Одессе на карантин закрыли 35 групп в детских садах и 134 класса в начальной школе. Учащиеся 5-11 классов продолжают обучаться в дистанционном режиме до конца первого семестра 30 декабря. В школах номер 52, 77, 43, 63 заболеваемость педагогов составляет 20%. Эти учебные заведения полностью закрыты на карантин. Первая после местных выборов акция протеста против действий городской власти прошла в Одессе. Горожан возмутило решение мэрии снести здание бывшей типографии на улице Решильевской. Дом номер 47 по улице Решильевской – очередная жертва чиновников мэрии в строительному бизнесу. Под угрозой уничтожения объекта исторического культурного наследия. Здесь в 1883 году открылась типография Ефима Фесенко. Ця друкарня, вона в Російській імперії вважалася найкращою. І більше того, одесские газеты казали, що друкарня Ефима Івановича Фесенка найкращая в Європі. І окрім української продукції, тут колосальна кількість друкувалася продукції в тому числі церковної. Я не знаю, де там Бог знаходиться в тих людях, які збираються зараз її знести. Це буде плювок всім українцям і всім патріотам України в Україні за її межами. Якщо друкарня Фесенка, яка була провідною друкарнею з видання української продукції і друкувала українські гроші, буде знищена. Тут друкували гроші і Центральної Ради, гроші Української народної республіки, гроші часів Гетьмана Скаропадського. Тут друкували видання, українські видання, коли українська мова в Російській імпері була заборонена. Тут друкували хлібні картки під час оборони Одеси. А я б ще запропонував зробити тут музей тих видань, тих видань, які тут друкувалися. Цих грошей, цих книжок і всього іншого. Незадолго до виборов городський голова обещав начать героїческую борьбу за захоронення архітектурного наследия Одеси. Вместо этого 27 ноября городской ГАСК выдал компанії Одеса-Сити документы на строительные работы. На месте старинного здания планируется строить шестиэтажный жилой дом. После того, как выделяли землю для того, чтобы здесь не для строительства, а для обслуживания существующих зданий, после того, как не говорилось о строительстве, все-таки выдаются разрешения на строительство, после того, как не говорилось о жилом строительстве, почему-то сейчас документы касаются жилого строительства. Участники акции собираются направить заявление городскому голове с требованием сохранить здание типографии и окружающую застройку. Достаточно любого количества местных жителей для того, чтобы поднять этот вопрос и передать до рученья, кстати, депутатам. Это строительство отразится на арабском культурном центре, на этой мечети, на доходном доме Розенблата, который тоже тут недалеко, на домах, которые примыкают, и именно жилые, это Ресельевская, 45, я общалась там с местными жителями. Их дом тоже готовят под снос. Куда они собираются девать местных, которые там уже живут, непонятно. То есть мы здесь собрались для того, чтобы отставить наши права на культурный центр и права местных жителей на то, чтобы здесь жить. Обращения к нашей мэрии и лично Геннадию Труханову вряд ли будет достаточно. Если городская власть разрешает уничтожение памятника, делается это сознательно. Скорее всего, понадобится обращаться в Киев. Вместе с типографией на Ресельевской Одессы рискуют потерять и ряд других памятников. Среди них старинный особняк в парке Шевченко. Городская администрация не принимает никаких мер для его спасения. Старую Одессу разрушает не время, а безразличие и жадность чиновников. Краевед-экскурсовод Сергей Эльмира показал, как это происходит. На снятых им кадрах здание бывшего шестого родильного дома в парке Шевченко. Построено оно в 1902 году по проекту Самуила Гальперсона до частного ломбарда Антона Гавсевича. Уже около 20 лет дом заброшен. Как пишут одесские журналисты, 10 лет назад его купила компания Андромет Леонида Климова. Некоторые окна заложили кирпичами, а угловой фасад укрепили металлическим каркасом. Это не спасает здание от разрушения. Центральная мраморная лестница и мозаика на переходах еще сохранились, но вряд ли продержатся долго. Судя по всему, тут собираются построить такие же высотки, как стоят вдоль всего побережья. Потому и доводят памятник до разрушения. Городская администрация могла бы привлечь хозяина к ответственности за недобросовестное отношение к своей собственности и заставиться держать ее в надлежащем виде. Это не маленький частный домик, а большое здание в курортной зоне на подходе к центральному пляжу города. Видимо, у мэрии свои планы. Владельцу надо будет получать разрешение на строительство, оформлять документы, подключать коммуникации. Разрешить или нет, решают в команде мэра. А старинный дом, пусть даже памятник, для чиновников ценности не имеет. Летний театр в городском саду застраивать запрещено. Он сохраняет статус памятника. Долгожданное для одесситов и окончательное решение принял Верховный суд Украины. Противостояние одесситов и частного застройщика, продолжавшееся несколько лет, окончено. Торгово-развлекательного центра на территории Летнего театра быть не может. Казационная коллегия административного суда Верховного суда отказала компания «Солинг» в открытии производства против Департамента культуры, национальности, религии и охраны объекта культурного наследия Одесской областной государственной администрации. Бизнесмены пытались отменить решение Департамента о включении Летнего театра в границе памятника архитектуры и градостроения городского сада. Таким образом, на театр распространяется охранный статус всего культурного объекта и застройка его запрещена. Будет ли выполняться решение суда или в городе начнется еще одна незаконная стройка? Не допустить этого могут и должны сами одесситы. Несмотря на то, что в Одессе день города в сентябре отмечали с размахом, проигнорировав все меры предосторожности в пик коронавируса, на Новый год такого традиционного празднования на Думской уже не будет. По словам заместителя городского головы Павла Вугельмана, одесситам предлагают отметить новогодние праздники в режиме онлайн и не только. Главная елка города традиционно засияет в день Святого Николая 19 декабря. В этот же день заработает и резиденция Деда Мороза в Летнем театре. Она будет работать ежедневно до 7 января с 14 до 18 часов. По Приморскому бульвару будет курсировать праздничный паровозик для детей, а возле Дюка установят праздничную карусель. На Греческой площади заработает каток. С 26 до 31 декабря дети смогут позвонить в праздничный колл-центр. Основная часть праздничных мероприятий пройдет онлайн на официальном сайте города и в соцсетях. Также некоторые телеканалы будут транслировать концерт. А новогодний салют организуют в каждом районе города. После Нового года в Одессе опять откроют пункты сбора елок. Как и в этом году, их будут менять на конфеты. Обычно после Нового года дворы Одессы превращались в свалки хвойных деревьев. Кто-то засовывал елки и сосны в мусорные контейнеры, кто-то оставлял их рядом, а кто-то даже выбрасывал с балкона. В этом году коммунальщики решили повторить опыт прошлого года. Елки или сосны, которые уже порадовали своим видом и ароматом новогодние праздники и стали ненужными, нужно отнести в специальный пункт сбора, а взамен получить сладости. Херсонский государственный завод «Паллада» построил плавучий причал для катеров военно-морских сил Украины. Он отправился в порт Южный. Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Сумма контракта от Минобороны 23,5 миллиона гривен. Длина причала из сверхпрочного бетона 57 метров. Плавучий причал обеспечивает и стоянку кораблей, подачу с берега на корабли воды и электроэнергии, выполнение погрузочно-разгрузочных работ. Заказ Минобороны для завода «Паллада» первый за годы независимости. Усиливаем возможности ВМС Украины в Черном море, сообщили в Министерстве обороны Украины. Воспитанники Одесской специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва «Льдинка» завоевали две медали международного турнира «Винчестар» среди юниоров по фигурному катанию, который состоялся в Минске. Об этом сообщает пресс-служба отделения ног Украины в Одесской области. 14-летний Вадим Новиков, воспитанник тренера Ирины Кланцат, стал победителем в одиночном катании. Вадим был первым в короткой произвольной программах, в итоге набрав победные 143,52 балла. Для учеников Елены Онищенко, Лики Бондарь, которой 31 декабря исполнится 14 лет, и 16-летнего Артема Коваля соревнования в Минске стали международным дебютом в статусе юниоров. И это событие юные одесские фигуристы отметили сразу бронзовой наградой, заявив о себе как об интересном перспективном дуэте с собственным стилем. Следующим стартом для одесских фигуристов станет главный национальный турнир Чемпионат Украины среди юниоров, который запланирован в Киеве со 2 по 5 февраля. Наш выпуск новостей подошел к концу. Дали информацию, синоптиков о погоде. Я вам желаю только хороших новостей. До встречи. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 15 декабря в Одессе переменная облачность, ветер северный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 3 градусов, тепла днем от 4 до 5 выше нуля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok